Всем привет, друзья! Когда мы были в Таиланде, а именно на острове Пхукет, нам очень понравилось одно блюдо. Мы, так сказать, просто влюбились в него по уши. Ой, а пахнет, вот ты разбери, понял? А пахнет безумительно. Самый вкусный, я его называю плов. И по приезду решили приготовить его и поделиться рецептом с вами. Но просто невероятно вкусно и необычно. Мы называли его ужин тайских рыбаков. С приездом в Таиланд. До дна. Я заказал для вас настоящий ужин тайских рыбаков. А, уже слюнки потекли. Ну, на самом деле, он так не называется. Это уже наши приколы. Так что всем приятного просмотра. Будет интересно и вкусно. Готовим ужин тайских рыбаков. Итак, что нам для этого понадобится? Тайские ананасы. Мы купили специально, потому что они прямо очень похожи на те, которые в Таиланде. Затем рыбный соус. Замороженный горошек. Орешки кешью, которые предварительно мы обжарили на сковородке. Вяленый изюм без косточки. Приправа карри, который дает просто невероятно изумительный вкус. Самое дорогое, что в этом блюде, это креветки. Вот такие крупные. Примерно 1000 рублей они стоят. Потом. Большая морковка. Средний сладкий перец болгарский. И полторы луковицы. Кукуруза молодая. И обязательно коричневый сахар. Кстати, этот сахар мы приобрели в Таиланде к чаю. Поэтому им пользуемся. И у нас такое прям прекрасное воспоминание о Таиланде. Ну что? И основное, самое основное, что входит в это блюдо, это рис, который мы приготовили в скороварке. Андрюша, как ты варил рис? Вот такой волшебный рисок. Просто скороварка сама варится. Я не варил. Я чуть-чуть его подсолил. Грубо говоря, это чуть больше половины упаковки риса и две кружки воды. И получился такой рассыпчатый рис. Здесь минуту варили на режиме рис. Тавтология, но это тоже. Ребята, итак, мы совсем забыли вам сказать. И обязательно в конце мы добавим два яйца. Да, просто вначале мы их не включили. Как говорится, свой пока смог. Так что все увидите. Да-да, смотрим дальше. Ребята, самый смертельный номер. Это, получается, мы купили сковородку ВОК. В прошлый раз мы, я не знаю, тушили ее в подъезде, чуть не спалили всю хату. Перегорели ее и как бы не знали, что делать. На самом деле, а где крышка? А крышки нет. Вот, на всякий случай, крышка, если что, накрыть. Если тут будет пламя. Добавляем масло, уже страшно. Фух, ё. Это вот как тайцы готовят, мы прямо решили. Нет, пока все хорошо. Пока все хорошо, да. Все, мне кажется, нужно управлять, потому что сейчас будет пламя. Потому что раз, блин, лучше бы в прошлый раз снимали. Ребята, в прошлый раз расскажу вкратце. Пока я, да. Мы прямо все, как в интернете, протисали, как готовить правильно. Мы все в РОК-КИБОК. В итоге. Все делали по инструкции. И у нас, мы когда добавили масло, все это загонилось. В общем, да, треш мы... Там был огонь вообще на всю хату. Выносили в подъезд и тушили тряпками. Да, думали уже пока, что называется. И случайно нам попалось такое видео прекрасное, где загорелась вот такая сковородка ВОК. Там азиатые какие-то готовили, получается. Муж берет ребенка, они убегают, а жена такая просто. Там вот такое пламя, вот просто представьте. И она такая просто крышечка такая. Хо, все, и пламя как бы, все, нет. Ну вот, в этот раз мы не стали рисковать, не стали перегревать. Ну вот, и почему у нас сковородка, видите, вот такая она, с терными этими. Мы ели ее оттернуть. Не, ну хотелось прямо оттогнем как-то. Да, оттогнем. Не знаю, конечно, не хотелось, но оттогнем, как-то случайно получилось. Так, добавляем наши креветки. Наши овощи уже чуть поджарились. Мы в этот раз без фанатизма. Перчить будем чуть попозже. Потому что сами понимаете, у нас ВОК сковородка. Вы можете готовить на любой сковородке, но мы просто почему делаем? Потому что она, во-первых, вместительная. Ну, во-вторых, по всем канонам. Во-вторых, все дела. Так, обжариваем креветки. Потом, после этого, мы закинем яйца. Смотрите, ребята, мы покупаем креветки без головы, но они, получается, не вареные. Они, грубо говоря, как называется, свежие, да? Без вороженые. Да, свеже вороженое. Что мы делаем? Мы просто их в кастрюлю кипятком и упали на 5-7 минут. Все. По крышку. Да, по крышку. Они постояли, вы их почистили. То есть, они и не переваренные. И как раз таки потом нормально поддаются к хронической обработке. И на своем тренинге. Не фонарь, да? Да, все верно. Ну, вот буквально с овощами мы их прожариваем, протушиваем. Так, ребятки, а сейчас это все дело можно чуть-чуть поперчить. Многие добавляют халапеньо, либо другой острый перец, как-то не знаю, там огонек называется. Но для нас это, как говорится, too much. У нас, кстати, три вида перца. Смесь перцев. Ну, вот. И мы, как бы, ну, не знаю. Это все по вкусу, да. Ммм, как пахнет. А, запашок, да, такой пошел. Так, смотрите, чтобы сразу же... У нас же вок сковородка. А если ее сильно не раскалить, сегодня мы, конечно, очканули сильно ее раскаливать, чтобы пламени не было. Ну и вот. Это чревато чем? Прилипанием. А, сушеный чеснок. И приправы добавляем вот сейчас вот. Мы не по жабе так добавляем, потому что нам нравится. И вообще, это все блюдо изначально. Мы называем его ужин тайских рыбаков. На самом деле, это просто рис в ананасе. Вот и он называется. Ребята, смотрите, добавляем ярлыки. Ох. Первый пошел. Это тоже, как говорится, делает... На самом деле, это блюдо очень сытное, чтобы вы понимали. Но если кто-то сидит на плотном ПП, считает калории, то, сами понимаете, производную этого всего... Это все быстренько-быстренько. К чему можно прийти, если каждый день не так... На самом деле, мы в Таиланде похудели. Вот серьезно. Не знаю, как Таня. Я похудел, я скинул 5 килограмм. Здесь приехал, набрал. Мы постоянно ели этот рис в ананасе, другие морепродукты, разные шашлычки. Много ходили и все. Вот так вот. Так что, такие вот дела. А сколько мы фруктов ели, которые якобы калорийные. Уж поверьте, если у вас активный образ жизни и вы гуляете много, то, чтобы вы не ели, все будет вообще прекрасно. Прекрасно, замечательно. Так, все. Чуть-чуть поджариваем и продолжим дальше через пару приговориться минуту. Ну что, ребятки, в вишенка на торте. Добавляем наш соус. Заготовлены нам ранее. Так, все. О! О, запах пошел, да? Угу. О, вот это рыбный соус с сахаром и с чем? Совсем много вы видели, я уже забыл. Если бы не эта дозаправка, то это вообще было, как говорится, не то пальто. Я скажу, что я готовлю именно по рецепту, который я уже за 10 своих готовок чуть-чуть доработал. Вот честно, вот каждый вот по-своему делает. По своим вкусовым ощущениям. Вот, не стесняетесь. Изюм кидаете. Горох. Да, конечно, выглядит очень странно, на самом деле. Сочетание, да, на первый взгляд может показаться странным, но попробуйте. Очень, очень странным. И большинству, скажем так, туристов, это заходило, это нравилось, поэтому и мы решили попробовать, и нам тоже зашло. Как говорится, сочетаемое и несочетаемое. Да, все верно. Просто в некоторых рецептах я еще видел, что добавляют не кешью, а миндаль. Но это чуть-чуть не то. В Таиланде, вот именно, который пробовали мы, рис с ананасами, там были именно кешью. Да, вот в таких блюдах подаются с кешью, а салаты они делают с арахисом обжаренным. То есть я обращала внимание. Смотрите, какая уже красота. Сейчас это, блин, волос твой будет. Решающе. Да, красота нереальная. Сейчас это все чуть-чуть обжарится, приготовится, и мы будем закидывать рис. Серьезно, это вообще очень круто. Крутая блюда. Да, и, кстати, сковородку берите побольше, потому что порция получается на несколько дней. Да. В прошлом пару дней, в зависимости от того, сколько вы кушаете, поэтому, ну, прям, смотрите, у нас огромный облог. Мы как тазик были. Да, в магазине это был сам большой облог, с Товоротска. Да, который мы купили. Так, все, вот эта вот штука сейчас протушится, и мы будем добавлять рис наш. Так, смотрите, с рисом я погорячился, забуду, что надо еще кешью. Все, сейчас еще кешью быстренько, буквально, просто перемешать, и закидываем рис. И креветки реально берите побольше, потому что мы имели неосторожность изначально брать креветки, ну, как маленькие, ну, стандартные креветки. Они были среднего размера, но когда при термической обработке, они становятся... С ногой, писюрик. Да, я ем очень вкусно, говорю, ну, креветки, семечки. Ну, да, потому что в Таиланде, там, не знаю, там не креветки, а кони вот такие. Конечно, в такое блюдо не такие добавляют, но сам факт. Ну, примерно такие вот, как сейчас у нас. Ну, вот сейчас у нас, да, но мы к этому, правда, не сразу пришли. Вообще, я же говорю, это блюдо, почему мы его изначально не снимали, много разных, да, интерпретаций переживали. Все, друзья, пришло время, добавляем рис. Ой, блин, нужно было его чуть-чуть еще не вырубать, эту нашу. Скороварку? Да, скороварку. То он уже чуть-чуть застыл. Это мы пока снимаем, все дела, у нас он, на самом деле, налажен, все это производство работает. Да, если вы готовите параллельно, ни на что не отвлекаясь, то он рассыпчатый. Да, рассыпчатый, сразу же он прям сыпется, как песок. То, пока мы снимаем, пока один дубль, пока другой, у нас, получается, вот получилось, что получилось. В любом случае, мы его перемешаем. Ну, это я просто говорил, как было бы лучше. Так и что, друзья, вот такая вот у нас вкуснятина получилась, все готово, все очень вкусно. Еще, ребятки, повторяю, что рецепт я оставлю в описании. Пахнет просто изумительно, я уже попробовал, просто нереально. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. Как говорится, мы дальше будем снимать в тревал направление. Вы не думаете, что у нас, как говорится, фуд, да? Мы уже фудблогерами встали. Что, Таня, думаешь по этому поводу? Я думаю, что это замечательный ужин, который нам полюбился. Мы, когда кушаем, то вспоминаем приятные воспоминания о Таиланде. Мы скучаем и очень хотим вернуться в эту прекрасную, замечательную страну, с такой потрясающей кухней, с такими рецептами. А вы не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, вам не жалко, нам приятно. Пишите свои комментарии, это помогает продвижению канала. Приятного аппетита и готовьте с нами!